И также надо знать, что само развитие человека всегда бывает только в хороший период. Ну то есть вообще все периоды хорошие, но есть два типа развития. Один тип развития — это развитие вглубь, а второй тип развития — это развитие вширь. Хороший период мы воспринимаем, это тот период, когда у меня идет шире развитие, то есть у меня все получается в жизни. Но по-настоящему хороший период — это развитие вглубь, тогда, когда мне плохо. Когда человеку плохо у него отнимают, всю жизнь не дает ему развиваться, даже если он хороший человек, все равно бывают периоды, когда нет возможности развиваться. Даже если ты хороший человек, причина заключается в том, что человек должен наполниться, ему надо копить. И в это время, в плохие периоды, надо все свои силы обращать на работу над собой. Также в семье то же самое, мучаемся вместе, учимся прощать, любить, накопили, потом раз хороший период, счастье наступает. И веды говорят, что настоящему хороший период, это когда трудно, а когда тебе легко становится, это плоды твоего хорошего периода. А люди все скупые, они так плачут, дайте мне денег, а Рябиночка, когда я замуж выйду, сколько можно уже это копить. Не хочу копить, хочу расходовать. Вот, когда уже деньги будут, скажите мне, когда деньги будут приходить уже, надоело копить. Это называется скупость, скупость сердца. Мы все скупые по природе, не хотим копить, не хотим расходовать, наслаждаться жизнью хотим. Алло, как у тебя дела? Хорошо? Хорошо. Ну, хорошо. Слава Богу. Спим дальше. Сон души это называется, когда человек наслаждается жизнью. Блаженствую на просторе, в укромном уголке, не думая о горе, с ковшом вина в руке. Ждите хорошего периода для развития. Работайте над собой. Предприятие, допустим, плохой период, кризис. Мне говорит человек один, бизнесмен говорит, вот у меня кризис сейчас идет, что мне делать с рабочими, что мне делать с ними? Я говорю, так это самое время их учить. Вкладывай в людей в это время, начни их обучать. Они у тебя станут в хороший период, придет в узраву, взлетите вверх, потому что ты их обучил, вложил силы в них. Нравственное обучение, профессиональное обучение, учиться быть верными друг другу, взаимодействовать, учиться терпеть и так далее. Обучение все. Плохой период обучая людей. Хорошие действуй. Тяжело обучать, тяжело, хочешь содействовать. Пошел, немножко наклобучился. Это хорошо. У вас есть по этой теме какие-то вопросы? Я сейчас дальше буду двигаться, а тема очень сложная. Я уверен, что большинство из вас ничего не поняли о том, что я сказал. Я просто приведу вам такой пример. Смотрите. Один мудрец решил прямо на прием к царю попасть. Это ведическая история. Он был достоин попасть к царю. Он вышел на площадь, начал прославлять царя. Царю доложили сразу, тебя там стихами изысканными прославляют. Да, я и так про себя все знаю. Ну, пусть прославляют. Не попал он к царю. На следующий день начал прославлять жену царя. Царю доложили. Он такой, так, я пойду послушаю. Что он про мою жену говорит? Что они знают про мою жену? Интересно. Пошел слушать. Потом думаю, о, да он все знает про меня. Ну-ка, давай его на прием. Я хочу с ним поговорить. Он попал к царю сразу. Видите? Близкие. Это называется деловые отношения. Близкие. Когда ты уважаешь старшего, это деловые отношения или близкие? Близкие отношения. Вот смотрите, допустим, у президента есть, допустим, подчиненные. Он их гоняет, да? А есть внук. Который в перерывах между тем, как президент страны гоняет подчиненных, внук ездит на президенте в это время страны. Ну, садится на него и так. Это исторический факт. Такая ситуация была. Понимаете? Заглядывает к президенту, смотрит, а на нем внук ездит. Он как бы его погоняет. Это называется близкие отношения. Знаете, что во время работы так же можно развить близкие отношения с начальством? Не гласно. Не то, что ты как бы... Это не любовница, не то, что любовница. Это неправильные близкие отношения. Некоторые женщины так добиваются успеха. Они любовницей стали, начальника, и все. Рушат свою семью, семью начальника, но зато деньги получают нормальные. И правильный способ. Есть другой хороший правильный способ. Близкие отношения со старшими развивать. Это начать его уважать. И он своим сердцем начнет тебя чувствовать и любить. И продвигать. Я вам расскажу одну историю. Когда учился в меднистуте, я очень уважал одного преподавателя. Ну, как бы, завкафедры. Я его очень уважал. Я смотрел на него всегда на лекции. Думал, Господи, какой хороший человек. Прошел год, и мы подружились с этим завкафедрой. Ему понравились мои взгляды на жизнь. Мы с ним вместе ходили купаться на Волгу. И так далее. И он мне помогал в учебе очень сильно. У меня не было проблем. Я создал кружок, в котором работаю над собой. Объяснял, как работаю над собой. А он приводил своих друзей, докторов наук тоже. Они слушали. У меня такой ритмный кружок был. Я студентом был. Они, преподаватели, приходили. Было очень интересно. Они изучали все это. Но у меня с этого момента кончились проблемы в учебе вообще. Близкие отношения. Убираю все проблемы в жизни человека. Уважение сильно. Я очень уважал этого человека. Очень сильно. И он это чувствовал. Поэтому ему нравилось. Строился на отношениях своих. Понято с трудом означает. Человек страдал. Шел нередко наугад. Ломая жизнь и уклад. И только промахом был рад. Женщину любил нету. Видел в жизни суету. И потом раз. И понял что-то с трудом. И жизнь его поменялась. Вот это и есть знание. Если человек начитался чего-то там. Он не применяет это никогда в жизни. Там всем рассказывает. Как надо жить правильно. Это не знание. Знание есть в уме. Это просто начитанность. А есть знание в разуме. Это когда человек меняет свой жизненный уклад. И такое знание всегда постигается с трудом. А то, что понято с трудом, то мне дороже. Это означает разумная платформа жизни. То, что понято с трудом. Невозможно человеку просто так бросить курить, пить. Это с трудом происходит. Но с трудом над собой. Опять же некоторые люди думают, что надо заставить себя бросить пить курить. Это бред. Только замена другой энергии счастья. Человек получает другую энергию счастья. Он перестает интересоваться ненужной. Например, человек гуляет. Почему он гуляет? Потому что он не получил более высокой энергии любви. Когда он видит верность, гулять не хочется. Если ты чувствуешь верность от близкого человека, чистоту в отношениях, гулять просто не хочется. Неинтересно. Потому что более высокий уровень любви. Когда человек получает миссию, цель в жизни, ему не хочется курить, пить. Потому что он получает более высокий способ жизни. То есть его жизнь становится счастливой, наполненной. Какая-то цель должна быть. Допустим, я видел плакат в Москве. Парень такой молодой. Как бы против наркотиков реклама. И он говорит, как бы, живи наполненно там. Или живи сильно. Стань счастливым, стань сильным. Он там боксерские перчатки, что-то там еще держит. Ну то есть спорт это реальная замена наркотикам. Это факт. Потому что спорт это цель жизни для молодых людей. Потому что когда человек развивает свое тело даже, он развивает характер в это время. Это цель жизни. Есть вообще разные уровни цели жизни. Для каждого человека свой уровень. Первый уровень это уровень отношений с своим телом. И человек просто начинает работать над собой всегда одним и тем же способом. Он начинает соблюдать режим дня и меняет питание свое. Питается по-другому питаться. И он говорит, это цель жизни. Все, вот это и есть цель жизни. Сыроедение цель жизни. Ну то есть это определенный уровень развития человека. Дальше он, когда более развитым становится человек, у него начинает переход из грубого тела в энергетическое тело идти. И он тогда цель жизни ставит уже не питание, а движение. То есть цель жизни это что такое? Это для него в горы ходить, бегать, прыгать, закаляться. То есть он движение становится, цель жизни для него движение. Еще более развитый человек, развивается еще сильнее. Он переходит на платформу уже не энергетическую, а умственную. И на умственной платформе он начинает видеть глубину этого мира. И он начинает интересоваться эзотерикой, пытается видеть тонкое пространство. Что-то там ищет как бы в этих тонких вещах каких-то невидимых. Унылая пора, чьи очарования, приятна мне твоя прощальная краса. Люблю я пышные природы увиданья, в огреции золото одетые леса. В их сенях ветра шумит, свежее дыхание. Начинает чувствовать душу во всем. Месяц свои блески по лугам рассыпал. То есть он живой стал месяц. Стройные березки, стройные березки. Шепчут что-то липом. Ну то есть общаются между собой. Когда человек влюбляется, он тоже начинает одушевленно видеть весь этот мир. У него вот эта платформа умственная в результате влияния любви. Начинает видеть живым этот мир. То есть более глубокое восприятие мира становится. Это уже умственная платформа развития человека. Там же находится, на умственной платформе находится глубина отношений между людьми. Его интересуют уже чистые светлые отношения. Чистая светлая жизнь на этом уровне человека интересует. Ему надо на природу куда-то уехать. Там сажать травку, солнышко смотреть. Бегать за бабочками там и так далее. Ну то есть он уже такой, как бы он видит красоту мира, счастье настоящей жизни, чувствует такой человек. Это умственная платформа. Следующая платформа развития человека — это платформа разума уже. Человек начинает интересоваться верой, развитием личности, работой над собой, молитвой. Платформа разума, молитва. Победа над судьбой, судьба, что такое. И высшая платформа развития — это духовная платформа. Духовная платформа означает, что человек пытается понять, что такое вечность, что такое Бог, что такое высшая любовь, бескорыстие, сам пожертвование и так далее. Очень высокие взгляды у человека, идеалы такие глубокие в жизни. Человек не должен перескакивать. Он развивается, как развивается. Чувствуешь, что зарядка тебе помогает развиваться? Развивайся с помощью зарядки, не парься. Хочешь попариться — попарься. Баня. Тоже развитие на этой платформе. Но если человек хочет высшей материи есть, а он там как бы не врубается, не будет никакого развития. Вот что тебя развивает, то и дело. Питание развивает, питайся, учись правильно, режим дня. Развивает движение — пошел бегать замечательно. Развивает дальше видение, понимание тонкого этого мира, его глубины. Хорошо, изучай это. Хочешь дальше понять, что такое верность, чистота, вера, молитва — иди туда. И хочешь понять, что такое вечность, глубина, высшая любовь, Бог — иди туда. Все нормально. Это постепенный этап развития человека. Но, несмотря на эти этапы, никогда не помешает делать определенные вещи, которые просто практичны в жизни. Это очень практично, то есть это улучшает качество жизни. Например, если человек позитивно настроен, позитивно означает всем счастья желает, я желаю всем счастья, я желаю всем счастья. Он позитивно настроен. Что он получает в результате? Он начинает лучшее брать от людей, а худшее с худшим не контактирует. В результате он начинает наполняться. Позитивный настрой наполняет человека, негативный истощает. Позитивный настрой — это очень практично. Но чтобы позитивно настраиваться, надо себя включить, заставить. Кому, 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 кому? Вот мужчина, видите? Прямо на сердце. Это знак какой-то от Бога. Вы избранный человек. Там еще цвета. Прямо на сердце упало. Они блестят. Встаньте, покажите. Ой, слетела уже. Покажите, где была. Видите, как интересно, да? Полетела, полетела. Раз сюда. Выбрал Господь. Вот, он будет теперь слушать, все изучать, работать над собой. Интересно это все видеть. На лекциях, на теле, иногда чудеса происходят, какие-то необычные вещи. И так, очень важно знать, что большинство людей не дооценивают эту вещь. Потому что первоначальные усилия, которые над собой надо совершить, людям в основном недоступны. Они не понимают, что вот самоконтроль для этого нужен. Если ты, допустим, где-то находишься, расстроился, негативно настроился, ты обесточен в это время. Если ты всем рад, позитивно настроен, ты наполняешься силой. Если ты не включил себя на позитивный настрой, не простил, не прощаешь, не просишь прощения, значит, тогда ты обесточен. Ну, то есть часто люди просто живут годами в этом обесточенном состоянии, начинают раком болеть, теряют бизнес, деятельность, отношения, все теряют. Позитивный настрой означает работа постоянно. Допустим, метро зашел, я вот тренировался, изучал это. В метро захожу, все негативно настроены, нет энергетики, нет обмена. Люди, просто проехал 10 минут метро и как выжатый лимон стал, все, просто как тряпка, нет сил. Уже работать нет сил, потому что ты израсходовался, все. Я зашел в метро, со своим другом мы договорились с ним, что мы позитивно настраивались. Вот, и мы с ним начали там болтать, что-то разговаривать, улыбаться. И все рядом люди поменялись, а не каждый стоит что-то, своему радуется, едет. Некоторые друг друга начинают улыбаться. Ну, то есть меняется атмосфера, то есть это активная жизненная позиция означает. Видите, мы вчера говорили о том, что у природы такая всегда энергия, кстати, есть. У природы всегда такая энергия, позитивная. Всегда у природы. У людей, вот если потрудиться, она тоже становится позитивной и идет обмен. Вот, по крайней мере, если ты такую позицию в жизни занимаешь, то всегда себя заставил сначала, позитивно настроился, усилие воли какое-то надо совершить, а потом дальше идет обмен уже. И те люди наполняют. Меня спрашивают, сколько ты три часа читаешь лекцию, не устаешь? Я говорю, устаю, но люди наполняют меня, и поэтому идет обмен, и поэтому энергии хватает всем. Поэтому, видите, позитивный настрой раз и очень деликатное отношение к мнению другого человека. Деликатное отношение к тому, что у каждого человека есть свое понимание, своя вера. Это означает очень деликатное отношение. Это означает опять гармония. Гармония опять это означает. Даже если человек неправильно себя ведет, что это не так делает, все равно деликатное отношение. Он имеет право, у него есть выбор такой, как ему жить. Гармония означает. Позитивность и деликатность. Два вида настроек, которые дают человеку безграничные возможности в жизни. Безграничные. В коллективе такие люди становятся центром коллектива. Всегда. Уважение безграничное. Если человек ведет себя постоянно в таком ключе, его все любят в коллективе. Каждый человек. Он душа коллектива такой человек. Становится душой коллектива. Есть еще, ну как бы, люди, которые являются так же и проклятием коллектива. Они говорят, да-да-да-да. Ну распределяются роли всегда в коллективе. То есть кто-то душой коллектива становится, все его любят, а кто-то приходит и все от него отворачиваются. Ну потому что у него негативный настрой, он всех критикует, постоянно злится и так далее. Распределяется энергией. Как муха и пчела, да? Муху никто не любит, подгоняет. Она назойливая, всем хочет доказать, что-то летает. Пчела, она летает. Тоже может летать возле вас, но она не назойливая, если вы посмотрите. Она, даже если сядет, она с любовью. Если сам ей ничего делать, не будешь плохого? Она как бы радуется, ищет счастье. Знаете, удивительно, мы когда духовные программы проводим на природе, то сразу начинают прилечать шмели, пчелы начинают вокруг алтаря видеться прямо летать. И птицы прилетают, чирикать. Птицы окружают прямо. И пчелы шмели видят, они чувствуют сладкий вкус, не знают где. Они вокруг алтаря летают, они ищут сладкий вкус, но не знают, что там нет как бы нектара. Они думают, что там нектар на алтаре ищут. Но они чувствуют, что оттуда сладкий вкус идет. Они понимают, что это не цветы. Такие немножко обескураженные летают, где же цветы? Цветов нет. Ну, то есть, как бы вот так. Есть природно люди, которые склонны к позитивному отношению. Они получают, становятся центром общества. Никогда их не уволят с работы таких людей. Зачем увольнять такого человека? Допустим, даже плохо работает, неважно, все рады рядом с ними. И он спасает коллектив. Если, допустим, начальник разнился, говорит, все уволены. Вот такой человек позитивный приходит к нему, начальник говорит, «Василий Петрович, вы увольте, пожалуйста, меня, а всех оставьте». Он говорит, «Нет, это я тебя оставлю, а всех уволю». «Тогда, пожалуйста, всех уж оставьте, мы и справимся». Я говорю, «Ну ладно, ладно, все, иди». Видите, то есть, спасает коллектив целый, может спасти такой человек целый коллектив. У кого такой пример в жизни есть? У человека есть коллектив, спасает. Есть пример. Следующий вид энергии, следующий вид энергии, который я хочу объяснить, это очень практично. Люди в основном не понимают это, у них нет знания об этих вещах. Следующий вид энергии называется уважение старших. Мистическая вещь непонятная. Вот, допустим, как сделать так, чтобы налоговые проверки не приходили, там всякие, ну все, вот проверки, всякие мучения в эти все. В милиции, там часто человек говорит, меня по 5 раз в день останавливают милиционеры. А иногда другой говорит, а меня вообще не останавливают. Я даже быстро езжу, меня никогда не останавливают. Есть причина. Если человек, допустим, власть уважает, правительство уважает, понимает, что правительство непросто управлять страной. Есть какие-то сложности, есть испытания. Но в целом человек любит уважать страну, родину, правительство. Верующих людей очень уважает. Тогда на тонком плане, на невидимом плане он сдает проверку. Это, знаете, это можно понять на уровне просто взять, допустим, муравейник или просто улей. Там, знаете, как охрана идет, охраняют, знаете, как территорию? По настроению. Вот как определить, наша пчела или не наша? Нереально, их там сотни и все одинаковые внешне. У них нет памяти на лица. Они смотрят на настроение. Если пчела в рабочем настроении, в правильном, они ее впускают в улей. Если нет, они ее не пускают. Чужой. Чужой означает неправильное настроение. Точно так же работает в человеческом обществе. Та же самая система. Как, допустим, следователь определяет убийцу, как милиционер определяет, кого трогать, кого не трогать. Они определяют чисто по настроению. Если человек уважает старших, уважает систему, его никто не трогает. Как только он начинает бунтовать, злиться, деструктивно себя вести, сразу на него весь прицел, все внимание. Понимаете? То есть идея в этом заключается. Если ты уважаешь все, что тебя окружает, у тебя не будет проблем с проверками там, с какими-то. Потому что от тебя исходит такая сила. Вплоть до того, что на тебя жалуются и пытаются тебя дискредитировать, но все равно никто не реагирует. Все понимают, что это просто ерунда, блеф. Так работает система вот эта. Все старшие хорошо распознают человека, который уважает старших. На работе ты, допустим, работаешь, уважаешь начальство. Что бы они ни вытворяли. Уважаешь. Не уважаешь, уходи с этой работы. Не можешь уважать, уходи. Если работаешь, уважай. Тебе дают возможность жить. Платят деньги, дают возможность жить. Уважай. Не можешь уважать, уходи. Ищи, где можешь уважать. Но если ты не уважаешь и работаешь, ты разрушаешь свою жизнь. Тебя могут выгнать в любой момент. У тебя нет перспективы в этом месте никакой. Все. Все будет разрушено. Уважай родителей. Когда мальчик уважает отца, у него появляется возможность роста социального. Статус человека зависит от уважения к отцу. Если он уважает отца, у него высокий статус в обществе. Если человек уважает мать, уважает мать, то у него отношения любви с людьми развиваются в обществе. Он любит людей, любит люди, любит его. Женское начало ему помогать начинает в жизни. В отношении любви, чистоты, красоты. А если уважает и отца, и мать, он и статус свой имеет хороший. И все его любят еще, добавок, всему. Видите, уважение является силой развивающей человека. Допустим, в древней культуре говорили, есть две категории людей. Одни люди пытаются повысить свой статус с помощью тяжелого труда и аскез. Мучаются очень сильно. И потихонечку поднимаются вверх через тяжелейший труд. Другие люди, просто природно уважая старших, привлекают внимание старших к себе. Человек пришел на работу, и он очень уважает старших. И ураз, повыше должность ему. Потому что такая корова нужна самому. Не выдаешь сзади, не станет рука. Видели мультфильм, да? Человек пришел корову продавать, но он не умеет любить корову. Он не знает, что за корова такая, не любит ее. И никто у нее не покупает эту корову. Человек подошел, говорит, ну что мучишься, друг? Говорит, да корову продать не могу. Он говорит, я тебе сейчас продам два счета. И он начал говорить, да смотрите, какая корова там. И то, и все. И корову воспряло тоже. Она такая подтянулась, сразу такая счастливая стала. Ее хвалят там и все прочее. И покупатели сразу собрались. А он говорит, да такая корова нужна самому. И ушел. Не стал продавать. Ну то есть идея в чем заключается? В том, что человек, который уважает, у него есть возможность уважать, особенно старших, он легко повышает свой статус в обществе, без всякого напряжения. Просто если он уважает. Все. Это очень трудно понять. Мы бунтари по природе, как бы. И поэтому несчастные. Если человек уважает старшего, ему очень легко подняться в обществе. Очень легко. Без труда. Но уважать старших очень трудно. Если человек старший, он там, на нем печать власти, сразу гордости больше, чем у всех остальных людей. Власть так делает человек. Власть, печать власти появилась, все, человек уже такой. Ему очень трудно с гордостью справиться. Очень трудно с жадностью справиться. Очень трудно справиться, быть смиренным и так далее. Все это, все эти отпечатки на людей власти есть. То есть они больше, более гордые, чем все остальные. Они более жадные, чем все остальные. Но также у них есть и благочестие, которое позволяет им стать старшими. И если ты гордость и жадность их как бы не сильно берешь в счет, потому что ты понимаешь, что если ты станешь старшим, у тебя будет то же самое. Деньги и власть ломают всех, без исключения. Поэтому монахи просто подальше от этого держатся. Почему? Потому что они знают, они не справятся, у них не хватит силы справиться с этими энергиями. Деньги — это энергия, власть — это энергия, популярность — это энергия, слава — это энергия. С этими вещами никто не может справиться, все теряют неудачу. Один мой знакомый говорит, как вот, Олег Геннадьевич, расскажите мне, пожалуйста, как лектора становятся гордым. Я смотрю, одна и та же песня, человек начинает читать лекции, становится популярным чуть-чуть, бросает жену с детьми, находит любовницу и все. Одна и та же песня, постоянно. И он меня спрашивает, как это происходит? Я говорю, да очень просто происходит. Вот смотри, человек садится, начинает читать лекцию, как только люди начинают ему верить, и они уважают его, это уважение, оно входит в сердце. И если ты его старшему не переправляешь, не понимаешь, что это его заслуга, то это все превращается в гордость. И это все невозможно все контролировать. Насколько люди тебя любят и уважают, настолько ты становишься гордым. Все. Это просто как вот зараза такая. То же самое деньги, когда у человека появились, это зараза, которые... Мои деньги. Чем больше мои деньги, тем больше человек становится жадным. Деньги делают человека жадным. Но если человек понимает, что кто-то старший, это значит, что у него больше благочестия, он больше добрых дел сделал в жизни, поэтому он начальник, руководитель, правитель там и так далее. И за это ты его уважаешь. За то, что он имеет больше благочестия, он больше достоин, и поэтому он старший. Если ты так настроен, то ты в улей сможешь влетать без проблем. Все дороги в этом мире тебе открыты, потому что ты понял закон жизни. Не разрушай то, что сам не сделал. Когда человек не уважает старшего, он разрушителем становится. Он разрушает власть, страну, завод, место, где он работает. Знаете, самое страшное, когда для бизнесменов давал, для руководителей семинаров, они мне спросили, Олег Геннадьевич, что самое страшное в коллективе, на производстве? Что больше, быстрее всего разрушает коллектив? Что приводит к краху компании сильнее всего? Ответ знаете такой? Если у вас в компании появляется человек, который вас не уважает и критикует, он разрушает вашу компанию. Быстрее всего. Поэтому найдите способ, найдите способ любой, его вытурить из своей компании. Иначе у вас все будет разрушено. Потому что деятельность человека всегда основывается только на вере. Если у тебя, ну, твои подчиненные верят в тебя, все будет хорошо. Вера теряется, все будет разрушено. Почему Александр Македонский побеждал везде? Знаете, что у него за армия была? Вера бесконечная в него как личность. Ну, понятно, он личность была такая бесконечная. То, что сейчас фильмы показывают, это не Александр Македонский. Он спал на сырой земле. Никогда ничего себе не брал. Верил в свою страну беззаветно. Любил своих солдат. За них даже жизнь готов был отдать. Всегда им давал все, делил поровну там все богатства, что они получали. Его любили бесконечно. 40 тысяч армия Александра Македонского разбила 350-тысячную армию далее. 40 тысяч и 350. Представляете себе? Это 7 на 1. Шансов не оставили просто. Разбили пух и прах. У Александра Македонского никогда не было большой армии. Он разбивал всех всегда. Маленькая армия. Эти люди были бесконечно верны ему. И поэтому побеждали сразу, просто своим настроем. Их все боялись. Увидят это вот этих солдат, и все убегут сразу. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok